Это инкубатор. То есть это твой основной офис, где ты находишься? Да. Здесь разные компании, которые находятся, но похожи. Этого человека вы только что видели. Алекс Гульянц, это с кем я начинал работу по мотоциклам. Из-за кого я здесь не застрял. Сколько здесь компаний всего? Около 15, наверное. 15 компаний, которые занимаются разработкой в сфере энергоэффективных технологий. Разных, да. То есть начистных сооружений, водосооружений, по агрокультуре. Экологический туалет. Это для отопительных всяких систем. Это получается сюда, когда ты приехал в Китай, правительство, где тебя поддерживало, то есть оно тебе сюда протекцию сделало? Вначале мы начали на заводике, где Гульянц собирал мотоциклы. Начали там работать. После получения премии государственной мы перевели сюда. Ты здесь, получается, арендуешь в этой методе или тебе дают просто, да? А тебе здесь ставят какие-то там цели, задачи как-то? Или вот ты пришел со своим видением, со своими, например, задачами? Видите, господи, как это стоит? Задачи были четыре года. Я получил контракт после получения премии. Вот эта премия дается на четыре года. Нужно что-то сделать, внедрить эти технологии. Цели были. Унедрить мотоциклы, внедрить электромобили. И это плавно так начало развиваться. А сколько у тебя здесь человек? У меня сейчас два студента. Твоя команда какая-то? Два вчера человека, два менеджера, инженера мы видели, они уехали на завод. Которые вот на большом вчерашнем ручьбаре. Которые нас встречали. Да, да, я понял, да, ушли. Производство необходимо. Понять, что такое ОН, это не то, что делает в технополисе Москва. В технополисе Москва делается разработческий центр и частичная производство. ООН это совсем другое. У нас есть какие-то технологии двигателей, но мы их сами не производим. То есть мы делаем прототип, испытали его, а затем отдаем на завод. То есть здесь то, что вы видите в цехах, это практически только прототипирование, какие-то доделки, испытания небольшие. Вот, а все работы проходят именно. Если мы отдаем уже машину готовую, сказать, вот эту машину, вашу машину с нашей технологией, вы начинаете выпускать для нас. Они выпускают это для нас. Вот именно вчера на заводе были. Они делали. С такими заводами уже 4 у нас контракта. Вот здесь потом, ну в автомобиле посмотрите, три легковых автомобиля. Один очень известный, это Вуллин. Самый массовый продаваемый автомобиль вообще в мире. То есть здесь вы разработали, додумали и к нему пришли, правильно? Да, некоторые доработали, потому что все машины имеют портовые еще дополнительно зарядные устройства, которые позволяют установить дополнительные батареи и подзаряжать в процессе движения. То есть это наша чисто заработка. А по партнеру твоему он, грубо говоря, инициатор, да? Он тебя нашел или ты его нашел? Как бы у вас? Нашлись, в общем, вместе. Потому что он работал уже с Алексеем Ульянсом. Когда я начал работать с Алексеем по первой установке мотор-колес и демонстрации в Монако выставок, я нашел его по интернету. Когда сконтактировал, съездил сюда, закупил байк, установил мотор-колесок, поставил его на выставку в Монако. Вот тот автомобиль, что стоит первый, завод здесь выехает. Завод обанкротился, конкуренция большая, поэтому многие заводы просто остановились. И получается, они до Европы не довезли? Ну, мы довезли, мы два автомобиля туда отправили. Количество нету, завод просто останавливается. Не могут выжить. Дизайн не успевают менять, потому что пресс-формы дорогие. Вся оснастка дорогая. Если рынка не нашли, то завод просто загинается. И этот завод могут отдать, если есть кто заинтересованный, на 10 лет правительство дает бесплатно. То, что вы смотрели, они четырехместные, да? Для Европы идет двухместная коммерческая. Как будто грузовичок. Да, то есть это для доставки пиццы, для доставки почты. То есть использование два человека и задняя площадь свободная. То есть обычно грузовички, они низкого качества. То есть они такие, как будто трудяги. А этот автомобиль для пассажиров, то есть он уже такой хороший. Говорят, то есть это как бы грузовичок с качествами хорошего пассажирского автомобиля. И еще раз 13 киловатт. 13 киловатт максимальная около 30. Максимальная что ты говоришь? Около 30 киловатт. А сколько она проезжает? Сколько заряжается? С самой маленькой батареей 120 километров. Максимальная батарея, комплектация 250 километров. Ух. 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 Ну, успехи. Вот здесь налево. Ух-х. По вольтеню она должна быть такая, как и мини-грузовичок. Этот автомобильчик категория М1, это самая большая категория для Европы. Можем поставлять их в Россию пока только на том двигателе, который здесь. Но в перспективе есть вероятность, что здесь будут стоять наши моторы. То есть одно предприятие, на котором мы были вчера, оно уже согласилось и подписало договор о намерении, где в случае заинтересованности будут стоять наши моторы. И постепенно мы так будем переходить на поставку транспорта нашим партнерам в разных странах уже с нашими двигателями. Ну, по качеству автомобиля, да, это европейское качество. Категории М1 вполне устраивает и европейцев, и китайцев, и тем более россиян. Я думаю, это уже устраивает.